А не так. Скажите «марик». Что нужно сказать, о чём нужно думать, где человек в это время должен быть, можно ли отвечать по мобильнику, с какой громкостью, в каком тоне, какие слова можно использовать, какие слова нельзя использовать. У меня есть знакомые из компании, из числа которой ТРИС исповедуют теорию изобретательских задач. Они подвели даже статистику и заметили, что когда… Помните, раньше были такие диспетчеры в такси? Вот когда диспетчеры в такси используют слово «мы сейчас вам машинку подадим», прибыль таксистов падает в два раза. Ваш автомобиль будет подан в только полные фразы. Может ли ваш менеджер в работе с клиентами в работе, в общении использовать слова, которые непонятны клиенту? А если нет, то что он должен с ними делать? А слова «беговка» понятны вашему клиенту? Недавно написали. Вертикальная бороздка. Ваши клиенты вообще понимают разницу между бумагой и картоном? Нет. А что вы тогда должны с этим делать? А между цифрой и офсетом для них действительно есть разница? А между тонерной цифрой и струйной цифрой для них тоже есть разница? А что вы тогда должны со всем этим делать? Да, вот это все продолжение к тому, как мы описываем стандарты. Но давайте мы не будем слишком глубоко углубляться, нас ждет ужин, мы все уже устали, кого-то ждет самолет. Давайте просто разберемся со стандартом продаводки стандартов. На примере такого простого действия, как момент ответа на вопрос старого клиента. Частное действие по 20 раз в день происходит. Вот давайте с этим разберемся. Готовы? Пожалуйста, поменяйтесь в группах. Давайте общее. Давайте общее сделаем. Спасибо ей за сеть.